всем доброго дня с вами сегодня снова им за сантафе у нас дизельная с двигателем d4 h и наверное многие ждали узнать ходит ли этот двигатель что ломается на каких пробегах ломается то есть 20 год у нас пробег 70000 здесь уже алюминиевый блок с ремнем грн начнем с того что вот есть у нас время мы сняли видео да у нас нет такого что мы сидим и специально снимаем что-то такое то есть есть вот прям минутка какая-то времени мы туда сняли первое то есть мы не учим никого а то там пишут что вот вы не умеете ничего делать и то далее первую очередь эта информация для вас с чем вам придется столкнуться то есть на вашей машине то есть это не инструкция для вас как это все сделать это с целым информация что когда на каком пробеге что нужно какой инструмент или что происходит с этим мотором ну вот вкратце как-то так у нас очень много машин очень много работ происходит разных происходит работ но на них нет времени то есть работа идет поток и вот появляется минутка опять же напомню как с последним видео у нас где с китайским мотором когда происходит там 4 5 случай то мы уже отталкиваемся от того что можно снять видео что да эта проблема и скорее всего может быть она будет массовая а может быть и нет то есть у кого-то редко ну вот у нас уже 3 4 4 случай так ну все с этим вроде бы закончили d4 h e 2 и 2 turbo дизель сняли постели распредвалов сняли зачем и почему первое 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 ремень грэм родной прошел 70000 будет меняться почему он будет меняться потому что почему-то ролики а где куда мне послушать слушаем это да очень очень сильно то есть вот ролик 1 ролик паразитный 2 и ролик натяжной паразитный вот маленький не шумит это тоже основной тоже шумит ремень грэм он утонул в масле потому что вот допустим даже можно взять по крышечке сейчас прям секундочку маленькую вот крышечки грэм если взять и посмотреть то здесь внутри все масло и ремень тоже утонул весь все это будет мыться понятно что чистится мы сняли постель распредвалов почему потому что течь масла была обильная течь масло вот здесь вот на этом краю и уже много случаев что именно подтекает здесь масло между головкой блока цилиндров и постелью распредвалов сидит она на герметике то есть уже прокладка клапан и крышки у нас также как и на hb маленькая большая также между головкой блока цилиндров и постелью распредвалов стоят уплотнительные кольца они у нас играют две функции первое то есть они удерживают масло чтобы не попало в колодец и внутренняя часть вот это уже резиночка это уже пыльник чтобы в шахту в топливные форсунки не попадала вода песок и грязь так вот теперь что случилось а случилось следующее отломился болт вот у нас от него шляпка и вот он болт то есть этот болт должен быть вот здесь смотрите и мы можем прям заметить видите болт держался светленько держался держался а здесь уже уже у нас грязь налет масляный то есть в правом углу первого цилиндра вот этот болтик был отломан то есть шляпку нашли в головке и это уже не первый случай причиной наверное каленые болты может быть перекаленные болты или что-то еще но фактом что он отломился болт будем менять визуально видно по болтам ну и с этой стороны получается основная нагрузка да да здесь как раз основная во первых здесь нагрузка вот ремня грм во вторых здесь как раз то стоит выхлопная система то есть опять же у нас с этой стороны температура дальше то есть ладно болтик не проблема все помазали поставили есть такие случаи на аш е что подтекает датчика распредвала сальника распредвала вот это сразу вам скажу вот эту штуку можно купить только в сборе мы не можем купить сюда распредвал отдельно мы не можем сюда приобрести сальник сальник будет меняться он идет по подбору уже по размеру это не будет именно этот сальник но довольно хорошего качества то есть шестерню сзади распредвалов также под крышкой то есть или резинка потечет мы ничего отдельно приобрести не может то есть продажи идет вот такой целый блок я вам больше скажу смотрите вопрос как эти ребятки умудрились засунуть распредвал постель то есть если мы даже открутим сзади то вытащить мы его не можем оттуда по всей видимости отлито было как-то то есть бугелей нет ничего нет то есть при желании мы распредвал вытащить из постели распредвалов не можем вот вариант что он как-то там частично или что-то скорее всего его ставили на горячую частями как они собрали непонятно но это не важно здесь однозначно то есть идет если что-то заделали что-то то есть мы приобретаем полностью постель распредвалов так как она есть сборе так второй момент ремень грм метки как выставить во первых здесь у нас на шестернях смотрите вот шестерня тнвд вот желтенькая шестерня коленчатого вала и шестерня вот распредвала у нас есть желтая меточка видите и наверно проще некуда на ремне грм есть тоже метки то есть вот она беленькая вот здесь вот она еще одна то есть что делается берется вот так и мешочек на это нет это не она прокрутим наверно вот двойная да вот да вот так то есть здесь на новом ремне у нас есть белым маркером метка и все это устанавливать столько есть момент вам нужно будет вдвоем делать потому что шестерня тнвд будет постоянно пытаться перескочить чтобы этого не происходило имеется специальный кондуктор для установки ремня грм смотрите вот первый палец вот он установлен здесь сейчас мы сюда убираем вот у нас шестерня тнвд вот он стоит палец который фиксирует шестерню тнвд по метке смотрим вниз внизу на коленвалу также на два болта и в блок цилиндров стоит фиксатор тоже фиксирует ремень и сверху на распредвал он тоже вот она имеется если же мы его не ставили так как мы сняли вот то есть тоже есть третья часть тоже для фиксации хотя там даже можно засунуть какой-нибудь сверлышко не знаю там размер пятерка или такое четверка то есть в целом можно без выставления то есть упоров на шестерне можно сменить ремень то есть если вдруг кто-то решится или чего-то нету да это можно сделать так что дальше 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 но в целом мотор все хотят наверно услышать ходит не ходит ну ходит как бы вот пока ходит не знаем большой информации нету ну 60 прошли кто-то 70 нет это евро 6 вот она у нас экология пошла также форсунка очевидны все все у нас здесь на своих местах то есть постель мы снимаем также видим здесь рокера гидрокомпенсаторы шляпка у нас валялась вон там внутри лежала от болта обломила его на первом рокере обязательно меняются пламя гасящие шайбы по топливными форсунками форсунки как обычно предварительно метим всю топливную систему здесь довольно сложно вытащить топливную рамку все это потом при установке промываем прочищаем и вот болты смотрите вот они вот так выглядят то есть вот они у нас болты крепится получается раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять это сломанный 11 и по центру по центру вот это болты 4 в них же в ниже и упирается у нас кронштейн крепления топливной форсунки так то есть он же и болт потому что визуально когда постель стоит ощущение что мы все открутили а по факту нет упор и тоже упор и там есть грани то есть мы откручиваем они тоже являются креплением постели распредвалов так ну и наверное наверное все наверное все вот по замене ремня грм по проблеме где ломает болт все принципе обсудили также здесь будет производиться с замена масла в коробке также будет адаптация производится то есть если какие-то вопросы что-то еще там остались как-то но в целом работает мотор входит давай напомним что показания в принципе первое потеря потеки масла да то есть вот здесь у нас сразу на верхней крышке грм она у нас первый признак то есть снизу если вам скажут запотела вот такая маленькая крышечка грм у нас вот так она устанавливается и вот он первый признак смотрите масло вот в этом месте то есть она вот так у нас стоит многие жалуются что сразу же попадает на выхлопную систему есть запах салоне вот как бы один из таких нехороших вещей ну тут это прям уже обильно и долго вытекала поэтому привело к таким нехорошим последствиям ну в целом ничего сложного нет болт новый поставим запчасти поставим до единственный момент что по запчастям все-таки наши необходимо заранее заказывать опять вот смотрите если у вас подтекает масло то вам вам что нужно вам нужно прокладку клапанной крышки 2 наружные внутренние шайбы кольца под форсунки это медная резиновая вам необходимо также если пробег подходит под замену ремня грм то при приобрести ремень и ролики и не забыть про четыре уплотнительных кольца между у нас вот головкой блока цилиндров и постелью распредвалов то есть выглядит как мы вам показывали не это в принципе все что вам нужно антифризис сливать ничего не надо в принципе все делается неплохо недолго один момент то есть перед ремонтом можно допустим либо съездить на мойку помыть мотор либо все-таки иметь сжатый воздух чтобы удалить песок песок везде прям просто везде все в песке все всем пока до новых встреч